Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 16 января, день Гордия, Малахия. День имеет двойное название в честь мученика Гордия и пророка Малахии. Гордий был воином, видя гонение на христиан, бежал в пустыню и молился Богу Единому. Там он сподобился божественных откровений от великого учителя Духа Истины, добровольно пошел на казнь. Малахия благочестивую жизнью приводил в удивление народ. За это его называли Малахией, что значит ангел Господний. Он был последним ветхозаветным пророком. Сегодня лечили, или как это лечение называлось, отчитывали припадочных, бесноватых, потому что считали, что только Малахия может образумить нечистую силу и заставить ее покинуть больного человека. Поэтому молились святому Малахии. Существовало верование, если в этот день из человека изгоняли беса, он мог вселиться в домашнее животное. А чтобы это не произошло, сегодня убирали в хлеву в сараях. Кормили скот кашей, сваренной на молоке, караваем, которые специально пекли к этому дню. Сегодня окуривают стены помещения дымом богородской травы, обмахивают метелкой из полыни углы дома от пыли и паутины. При этом в каждом углу читают молитву с иконой в руках, чтобы избавиться от нечистой силы, отрицательной энергии, которая любит там скапливаться. Сегодня отмечались гордеи, вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшиеся пороком. Например, гордым быть, глупым слыть. Сатана гордился, с неба свалился, а мы гордимся, куда годимся. Для ужина хозяйка готовила блюда из творога, творожные лепешки, сырники. Их считали залогом счастья в доме. Приметы. Какой будет погода на Малахии, такой будет месяц март. Если на деревьях виден пушистый иней, ближайшие дни будут солнечными и морозными. Если на небе появляется большое белое облако, вскоре начнутся метели. Сегодня нельзя хвастаться, чтобы гордей не отнял, то есть люди не сглазили. Сегодня нельзя дает корову в одиночестве, можно сглазить скотину. Нельзя работать сегодня вечером, можно накликать на себя беду. Если вокруг заходящего солнца, сегодня видны круги, будет снег и мороз. Проращиваем пшеницу. Как ее прорастить? Чтоб прорастилось много, быстро и без лишних хлопот. Берем сразу кулечек. Такие кулечки продаются специально для проращивания пшенички. В кастрюльку. Засыпаем в кастрюльку. Теперь наливаем воды. Воды наливаем так, чтобы она покрыла полностью пшеницу. Вернее, покрыта водой. Теперь оставляем это все, ну, примерно на день и на ночь. Для того, чтобы пшеница набухла, напитала воды и будет прорастать. После чего, как только пшеница набухнет, а это примерно пройдут сутки, мы с вами воду сливаем, пшеницу промываем. Вот. И она еще у нас стоит примерно день. Как только появится выклювочек, все, пшеница готова. Ждем результат. Прошла ночь. Наша пшеничка стояла, залетая водой. Больше, чем ночь, не следует ей стоять, потому что она просто тогда закиснет у вас. Вот. И теперь эту воду надо просто-напросто слить. Берете кастрюльку таким вот образом. А сливаете вот таким вот образом. Важно, чтобы вы ее хорошенько помыли. Так вот. О! Водичку слили. Вот она у вас такая. Зерно влажное, увлажненное. И даже набухает. Это хорошо. Теперь вы прикрываете крышечкой. И оставляете ее на день. Сейчас она должна прорастать. Ждем проростку. Так как в течение дня верхний слой зерна высыхает, а нижний находится во влаге. В течение дня раза два-три перемешивайте зерно. И все будет нормально у вас прорастать равномерно. Ну что, посмотрим, что у нас с пшеницей. Вот она у нас простояла целый день. Открываем. Смотрим. Видите вы клевочки белые? Все. Вот она по всей своей толщине, по всей своей массе, как вы видите. Она проросла. Еще разок мы ее вот так вот перемешаем. Кстати, когда она прорастает, она становится теплая. Удивительный феномен. Все. Пшеничка проросла. Теперь ее необходимо сохранить. Для этого мы с вами берем целлофановый пакетик. Вот такой целлофановый пакетик берем. Теперь все это в кастрюльку помещаем в этот целлофановый пакетик. Можно без крышечки. Идем к холодильнику. Вот холодильник. И помещаем туда, где лежат овощи. Ну, то, что хранится не замерзая. То есть мы с вами в морозилку сюда не помещаем. Здесь она замерзнет. Зато здесь она будет потихонечку прорастать. Потихонечку. Сохраняя все свои целебные свойства. А мы ее будем доставать. Ежедневно. И использовать в то или иное блюдо. Вот так проращивается пшеница. Легко, просто и в огромном количестве. И она вам не надоест этот процесс проращивания. И естественно использование. И будете получать удовольствие от этого процесса. И оздоравливаться. 22-й лунные шутки. Энергетика этих лунных шуток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тонировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. 23-й лунные шутки. Энергетика этих лунных шуток весьма мощная. Поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески раздражений и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи. Появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате. А после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти.